россия уничтожила трипольскую теплоэлектростанцию в киевской области как это влияет на боевые действия города россии ушли под воду из-за прорыва дамбы почему граждане заявляют что чувствовать себя брошенными новые угрозы россии какие страны кроме украины оказались под прицелом москвы вы смотрите телеканал freedom и прямо сейчас анализ ключевых событий в проекте все так однозначно люди не пострадали все работники которые были на смене при обстреле живы сообщает руководство тесс киевской области вот главное с чего я хотел начать эту тему а теперь давайте к ее сути российский массированный удар по энергетике украины 11 апреля привел к полному уничтожению трипольской теплоэлектростанции в киевской области энергетики называют масштабы разрушений ужасными почему украинские тез и тэц стали основными целями россии на нынешнем этапе войны каким последствиям приведет уничтожение тез в киевской области и как это вообще влияет на поле боя трипольская теплоэлектростанция находится вблизи исторического украинского поселения трипилля триполе откуда она и берет свое название украинское поселение трипилля было основано в 1093 году только через 50 с лишним лет в 1147 году будет основана москва откуда сегодня путин отдает приказы наносить удары ракетами по трипиллю чтобы доказать что украину создал ленин если сравнивать с двумя первыми годами полномасштабной войны россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре украины для того чтобы тогда украинцы сидели без света россияне били дорогущими ракетами по трансформаторам теперь ударами по станциям россияне пытаются обесточить крупные города и промышленные районы россияне продолжают тратить миллионы долларов на серию массированных террористических атак на украинскую энергетику деньги тянут из кармана граждан которые зимой замерзали в своих домах и грелись разве что историями российских пропагандистов о том как якобы холодно в домах европы да разрушение тесс дело паскудное остается надеяться на то что правы эксперты которые сообщают что станция в киевской области работала не на полную мощность поэтому это разрушение не приведет критическим последствиям для энергосистемы украины до сотни семей на какое-то время остались без света но страна не столкнулась с массовыми блэкаутами как прошлом году потому что как минимум есть импорт из европейских стран наращивание производства возобновляемой энергии и теплая погода возникает тогда логичный вопрос так а зачем российская армия бьет по таким объектам ответ на него еще пару недель назад дал президент украины владимир зеленский вот цитата из его ежедневного обращения датируемая двадцатым марта российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары на энергетическое обескровливание украины москва не скрывает удары по объектам энергетики украины хотя такая инфраструктура относится гражданской атаки на нее запрещены международными конвенциями но когда это мешало россии которая постоянно нарушает все правила и обычаи войны российский диктатор владимир путин отправился праздновать террористические атаки своих солдат самопровозглашенному президенту беларуси александру лукашенко по мнению путина так выглядит та самая пресловутая демилитаризация при этом российский диктатор сказал что обстрел якобы стал ответом на украинские удары по российским энергообъектам только вот есть пару нюансов удары по российским нпз это ответ на агрессию против украины который лишает финансирования путинскую военную машину чтобы остановить убийство мирных украинцев а удары россии по гражданским объектам это никакой не ответ а продолжение череды терактов из-за бессилия подчинить себе украину тем временем президент украины который может посетить европу так чтобы его не посадили на скамью в гаге на встрече с союзниками назвал одним из главных приоритетов украины противовоздушную оборону путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику у него абсолютно гражданские мишени он хочет сломать жизни людей мы должны сломать его намерение заявил президент украины российское руководство надеялось что союзники украины не отреагируют на путинские атаки на гражданские объекты украины а в итоге все как всегда вышло как не планировал путин европарламент заблокировал решение о бюджете совета ес до момента пока не будет решен вопрос дополнительных систем патрио для украины то же время сша выделят более 130 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в украине об этом соцсети x заявила посол соединенных штатов америки в украине бриджит бринк по ее словам это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оброну украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак россии на энергетическую сеть и украинский народ атаки на невоенные цели по мнению российского руководства должны были деморализовать гражданское население украины такая же тактика применялась нацистской германии в период второй мировой войны но не спровоцированные нападения на украинцев как показал опыт скорее вызовут противоположный эффект еще более упорное сопротивление именно сейчас это и происходит в украине где испытывают ярость и полны решимости победить несмотря на растущие трудности не успел пройти даже такой короткий срок от окончания так называемых выборов путина в марте до его формальной инаугурации в мае как руководитель кремля уже несколько раз потерял контроль над событиями в стране и последняя ситуация которая подмочила репутацию путина это прорыв дамбы в городе орск это не просто катаклизм кремль тратит миллиарды рублей на войну против украины каждая массовая ракетная атака это не один десяток больниц или школ которые не построены или хотя бы не отремонтированы в россии но вместо того чтобы навести порядок в собственной стране кремль тратит деньги и все внимание на войну которая свою очередь еще больше загоняет россию в кризис города уходят под воду мосты падают а власти обвиняют в этом кого угодно мышей казахов и самих местных жителей но только не себя почему граждане которые согласились на общественный договор с путиным заявляют что чувствуют себя брошенными почему все чаще можно услышать с их стороны негативные реакции в ответ на беспомощность властей и к чему это приведет вечером 5 апреля в городе орск с населением более 200 тысяч человек прорвало городскую дамбу вот если кто не знает этот населенный пункт находится здесь в оренбургской области возле границы россии казахстана поток хлынул в город а уже 7 апреля в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба большая вода размала кладбище выгребные ямы повредила канализацию были смыты трамвайные пути местами пропали свет и газ пенсионеров и инвалидов пришлось доставать из их домов через окна и транспортировать на лодках людей снимали с крыш домов и деревьев в орске и его окрестностях из магазинов сразу пропала вся питьевая вода российские телеграм-каналы рассказали о пустых полках магазинах и бизнесменах которые решили нажиться на беде соотечественников те вместо того чтобы помочь увеличили цену на питьевую воду в два-три раза опустили и хлебные полки на видео люди буквально толпами окружали грузовые автомобили для того чтобы получить хотя бы буханку хлеба в общем абсолютный беспорядок какую беду может принести большая вода хорошо знает украина 6 июня 2023 года оккупационные войска россии взорвали каховскую гэс которую на тот момент они контролировали более года тогда россия создала крупнейшую за десятки лет рукотворную экологическую катастрофу в европе города и села ниже под днепру затопило полностью или частично количество погибших же людей на оккупированных россии территориях украины от бедствия неизвестно потому что оккупационные войска путина просто бросили их только в затопленных олежках херсонской области по данным расследования associated press утонуло более 200 человек сейчас же преступная деятельность российских властей против украины стала причиной схожего бедствия уже для самих россиян только если каховскую гэс в украине россияне подорвали для того чтобы создать дополнительный кризис для мирных граждан то прорыв дамбы в орске стал причиной тотальной халатности и безразличия российской власти к своим гражданам пока следственный комитет россии не смог найти в прорыве дамбы в орске украинский след но список подозреваемых все равно крайне далек от истины и это лишь еще больше выглядит как насмехательство над пострадавшими например целый полномочный представитель президента в уральском федеральном округе владимир якушев решил обвинить казахстан который по его мнению мог бы более согласованно сбрасывать воду в своей системе водохранилищ депутат орского горсовета сергей ястребцев заявил что виновата матушка природа якобы это природный катаклизм который невозможно было ни спрогнозировать не предотвратить вероятно ястребцеву забыли сообщить что человечество немного так продвинулась вперед в плане технологий и люди уже не определяют идет ли на улице дождь с помощью вытянутой руки на улицу больше остальных отличился сергей комаров директор компании которая строила дамбу он вышел и честно сказал в течение последних лет объем работ по обслуживанию дамбы сократился в три-четыре раза уменьшились расходы на ее эксплуатацию с почти трех миллионов до чуть более полтора миллиона рублей вероятно деньги больше нужны были на так называемое слово поэтому их урезали за счет безопасности граждан это и остатки денег которые должны были идти на дамбу цапцарапнули чиновники в мчс из-за войны и тотальной коррупции нет достойного оборудования которое может вовремя предупредить об угрозе а чиновники проспали наводнение и понадеялись на авось да ладно не говорил он так может и должен был но не говорил директор компании профессионально оценил повреждения по видео и дал свое экспертное заключение мыши не бюджет прогрызли а мыши дамбу прогрызли посмотрев в каком месте по съемкам каком месте получился проран этот фактор у меня отпал и остался только фактор грызуны которые могли эту дамбу проточить и этой двух-трех сантиметровой дырочки отверстия норки хватило бы чтобы вода пошла сергей васильев вы мне кажется простите пожалуйста то есть мы строим за миллиард дамбу которые грызуны прогрызли подожди здесь надо термина говорить большое искушение конечно же сказать что вы вы чё это миллиард ну и так далее а ведь что такое дамбы еще раз друзья это не то чтобы там не бетон где можно проверить качество бетона ну-ка как залили это просто сыплю землю сыплю сыплю восхитительный ответ конечно но как оказалось буквально накануне прорыва сооружений обслуживающий дамбу подрядчик предоставил отчет властям о дамбе об этом сообщает ресурс известия за несколько дней до бедствия там проходила проверка которая не обнаружила никаких грызунов видимо все на пикник уехали в отчете сообщили что дамба исправно работает за два дня до наводнения мэр орска заявлял что дамба в порядке не стоит опасаться наводнения хотя местные жители утверждают что до прорыва дамба текла три дня они били тревогу звонили в администрацию но никто не отреагировал глава российского мчс и бывший охранник путин александр куренков заявил что в катастрофе виноваты сами люди якобы о наводнении их предупреждали за неделю и предлагали эвакуироваться но куренкова местные жители обвинили во лжи а на местном телевидении показали что сирены оповещения были включены буквально за час до трагедии в итоге а восмущенные люди вышли на протест никто никому не помогает мы ездим на лодках помогаем бабушкам дедушкам собак спасаем видео могу со своего телефона показать простые ребята мы еду за свой счет покупаем отвозим дети помогаем в школу отвозим государство ничего не делает оренбургская область ничего не делает понимаете мы за свои деньги покупаем и помогаем церковь выделяет хлеб и воду государство что делает смотрит на это все это что закон это беззаконие и говорят вот здесь вот у нас крудуные воры какие воры вот они воры зашли туда а закон их защищает это разве правильно жители села сибирская рассказали журналистам что вода зашла в их дома и уничтожила все вещи технику мебель мы сами эвакуировали из себя и детей и стариков и домашних животных рассказала жительница сибирского татьяна нашим коллегам из проекта сибирь реалии такое ощущение что про нас просто забыли сами мол выберутся но помню что совсем недавно фраза такое ощущение что про нас забыли звучал в белгороде и подобные жалобы россиян пропагандист соловьев назвал мерзкой истерикой пока москва гуляет белгород гибнет вот эта вся мерзкая истерика всем тем которые пытаются сказать что федералы бросили заткнитесь твари путин же не собирается посетить затопленный орск заявил его пресс-секретарь дмитрий песков вероятный билет на поезд мыши погрызли путин не приезжает на такие события как потоп в орске ведь они могут бросить тень на его репутацию тем более одними потопами последние дни не ограничилось 8 апреля в вязьме смоленской области средь бела дня обвалился панинский мост который проходил над железнодорожными путями за рулем легковой машины в это время проезжала женщина она погибла слову как сообщают сми ее муж служит в российской армии сейчас на фронте воюет против украины как выяснилось местные с 2018 года жаловались на плохое состояние моста однако никто на это не обращал внимание и все это происходит в то время когда кремль тратит миллиарды рублей на войну против украины ройтерс со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны ша сообщает что по предварительным подсчетам россия потратила только 211 миллиардов долларов на оснащение развертывания и содержание своих войск для операции в украине за два года полномасштабного вторжения на самом деле со всеми санкциями суммы финансовых потерь россии в разы серьезнее кроме того живые потери в войне против украины уже превысили 450 тысяч российских военных которые были либо ранены либо убиты но в любом случае даже 211 миллиардов долларов вероятно уже помогли бы и починить дамбу в ворске чтобы дома людей не пострадали и мост в смоленской области чтобы женщина не погибла и роскосмосу не провалить первый в истории запуск ракеты ангара с космодрома восточный так уже вышло что приход к власти владимира путина в далеком 2000 году совпал с резким ростом цен на нефть это позволило путину окунуть россию в сытую реальность которой никогда не было в ее истории тогда между властью и народом появился общественный договор вы не лезете в политику а за это ваш уровень благосостояния будет расти в нынешней россии нет сферы из которой бы не тянули деньги на так называемое словом договор сократился до слова терпите остальную часть обещания мыши погрызли агрессия против украины пугает других соседей россии что кстати нормально никто из них не хочет войны отношения москвы с мировым сообществом и без того напряженные последнее время осложнились россия ведет полномасштабную войну против украины а тем временем продолжает угрожать другим странам на которые москва жаждет распространять свое влияние сегодня россия бросает вызов суверенитету своим бывшим твердым союзником армении казахстану почему именно эти страны оказались при цели москвы и действительно ли россия может напасть на ереван или астану день начала полномасштабной войны россии против украины стал огромным сигналом для стран мира о том что доверять кремлю нельзя оказалось что страна которая любит усыплять внимание окружающих речами так называемых братских народах может абсолютно бесчестно в 4 утра попытаться освободить другую страну от нормальной жизни всем стало очевидно что россия равно угроза и наиболее риску подвержены соседи кому кремль сегодня угрожает помимо украины легче сказать кому кремль не угрожает давайте взглянем на страны в этом регионе москва точно не угрожает пекину который превращает россию свой сырьевой придаток не угрожает москва и северной корее иначе где шойгу будет выпрашивать снаряды не угрожает публично москва и минску где лукашенко уже абсолютно прогнулся под путина только в отличие от китай и северной кореи москва постепенно поглощает беларусь сил тем многим гражданам этой страны которые всячески противостоят российской оккупации иначе в один день можно проснуться не в беларуси а в беларуси и а на дворе не студзень а январь да есть такая лакмусовая бумажка на имперскость по географическому названию можно определить отношение россии к субъектности государства поэтому украинцы настаивают что правильно говорить в украине они на украине республика беларусь они белоруссия и не прибалтика на страны балтии так вот сначала войны против украины у россии крайне ухудшились отношения со странами балтии литва латвия и эстония одни из самых надежных союзников украины далее идет финляндия которая чтобы обезопасить себя от нападения россии стала членом нато а потому автоматически за это была зачислена москвой граждебным странам просто напомню что в 1939 году москва напала на финляндию и заполучила часть территории этой страны а еще есть тут у нас на карте грузия часть которой также оккупирована россии итак мы подошли к казахстану открытые угрозы в сторону астаны от россии звучат не первый год российский телевизор усиливает разжигание ненависти против казахстана недавно там вышел большой пропагандистский фильм о якобы враждебном казахстане автором фильма выступил бывший сотрудник гб и депутат госдумы от лдпр андрей луговой здравствуйте сегодня поговорим о казахстане стране в которой все чаще проявляется русофобия стране в которой продолжается кампания по деруцификации стоп подождите как говорил второй президент украины цеш было уже это ж было уже то есть пропаганда не придумала ничего нового просто взяла лживые антиукраинские нарративы и изменила слова украина на слова казахстан смотрите если мы заменим в этом ролике слова казахстан то выйдет обыденный сюжет об украине на любом путинском канале здравствуйте сегодня поговорим об украине стране в которой все чаще проявляется русофобия стране в которой продолжается кампания по деруцификации меняются названия городов улиц даже железнодорожных станций стране в которой активно переписывается история продвигается лгбт повестка в украине работают более 16 тысяч некоммерческих организаций крепко сидящих финансовых потоках из-за бугра лайфхак для журналистов казахстана берите украинские сюжеты с опровержением российской пропаганды меняйте слово украина на казахстан и не надо будет делать двойную работу все уже готово спойлер там дальше пойдут истории про сатанистов боевых комаров и подземные базы нато в общем это я к тому что украинцы на российской пропаганде собаку съели ведь российская агрессия по отношению к украине началась также с разжигания ненависти среди россиян использовались те же самые тезисы и обвинения в русофобии работе на англосаксов и переписывание истории и прочим пропаганда также использует пророссийских блогеров казахстана которые обвиняют власти в том что они якобы продают страну западу притесняют русскоязычных и прочее ну все прям как под копирку поэтому я бы не рекомендовал относиться к таким вещам легкомысленно я связался с правозащитником и блогером из казахстана чтобы поинтересоваться а что граждане его страны об этом всем думают давайте послушаем ничего этого нет поэтому то что делает луговой по команде и по понятно что это все целая такая целая системная картина которую хотят представить россиянам для того чтобы продолжать вот эту военную спецоперацию как они называют против вот наших стран процент поддержки украины и понимание того кто является россия не путинский режим в этой войне против украины она растет и это растет не только в казахстане это растет везде потому что в странах центральной азии население люди граждане старались не интересоваться политикой держали часто нейтральную позицию а сейчас они открытые чаще выражают именно поддержку конечно пока украина дает отпор россии шансы нападения на казахстан невелики потому что у москвы попросту не хватит ресурсов но ненависть к казахам на российском пропагандистском телевизоре разжигают регулярно казахи братья это чё за неблагодарность на украину гляньте внимательно подумайте серьезно ну и думаю что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений еще одна страна руководство которой сейчас всячески дискредитирует россия это армения ереван еще пока члену дкб и согласно договоренности на территории этой страны даже находится российская военная база недавно российские военные задержали российского гражданина в армении таким образом вероятно россия пытается установить военную и политическую власть над арменией на территории армении находится российская военная база соответственно она выступает плацдапом для проведения более широких гибридных мероприятий по отношению армении со стороны россии в частности очередное похищение российского солдата дезертира на территории армении вне военной части российскими силовиками что является прямым нарушением того в прошлый раз армения очень жестко отреагировала что это является неприемлемым и следствие над данным дезертиром должны вести армянские службы сейчас не меньше раздражения в армянских элитах и скорее всего мы видим достаточно серьезную реакцию хотя жесткости самих действий конечно же будет сейчас ограничено серьезными геополитическими безопасностными рисками для армении со стороны россии в контексте карабаха также россия сейчас давит на армянское руководство по медийной линии дискредитируя через российские медиа армянские власти поэтому целый ряд российских медиа в частности симонян и соловьев были заблокированы на территории армении как армянофобские и целый ряд мероприятий которые реализуются россии в частности военная база конечно является одним из ключевых факторов украине это хорошо известно и нам понятно можно провести определенные аналогии с наличием российского черноморского флота в севастополе ровно как в крыму россияне использовали этот фактор наличие собственной военной базы приблизительно в таким же способом и в тех же лекалах россияне используют ее наличие на территории армении армения нацелилась на усиление сотрудничества с европейским союзом потому что ереван больше не считает москву надежным партнером естественно свертывание российского военного сотрудничества быстрым путем на сегодняшний день невозможно из-за соображений безопасности но армения уже совершает не символические действия а конкретные шаги по снижению армяно-российского военного сотрудничества ведь каких-то несколько лет назад о выходе из дкб не могло быть и речи а сегодня ереван активно ищет новых союзников на этом у меня сегодня все для того чтобы оставаться с нами обязательно подписывайтесь на соц сети телеканала freedom youtube и telegram там вы сможете найти для себя много интересного я же говорю вам пока до следующей недели а